Ну а мы продолжаем вести онлайн-дневник ковидного больного. Напомню, наш корреспондент, моя коллега Анна Кузьмина, сейчас находится дома на больничном с диагнозом коронавирус и каждый день рассказывает о своем самочувствии и с чем ей приходится сейчас сталкиваться. Аня, привет, как слышно? Да, хорошо. Как самочувствие? Уже лучше? Да, стало много спать, спала температура, но вот, к сожалению, появился такой глубокий и затяжной кашель. Даже тяжело его с чем-то сравнить. Это пневмония? Тебе ставили такой диагноз или нет? Ну вот делали ли обследование легких? Это вот, да, завтра у меня уже будет КТ. Пока мне сказали предварительно, что, возможно, оно начинается, потому что есть хрипы. Но вот завтра мне обещали уже сделают КТ, даже пообещали, что меня заберут из дома, довезут, делают КТ и вернут обратно. Как это будет, я, конечно же, расскажу. Может быть, показаться глупым такой вопрос, но мы вместе с тобой полгода уже, наверное, рассказываем про коронавирусную инфекцию. Каково это все-таки ее ощутить на себе? Может быть, действительно вопрос странный, но жду ответа. Ну, конечно, тяжелый вопрос, но, если честно, когда ты понимаешь, что ты болеешь коронавирусом, все становится как-то страшнее, серьезнее. И ты понимаешь, насколько все-таки где-то может быть я, но что люди вокруг относятся к этому легкомысленно. И вот когда уже заболеваешь, ты начинаешь понимать, что все-таки это не шутки, это очень серьезно. Ну, и вопрос про бытовые нужды. Как сказывается на твоей повседневной жизни и твое заболевание? Ведь ты находишься дома на самоизоляции. Как ты покупаешь продукты, ходишь в магазины? Может быть, обращаешься к кому-то за помощью? Ходить в магазины мне нельзя, мне нельзя даже гулять. Это чревато мне штрафом до 40 тысяч рублей, потому что проверка может нагрянуть внезапно. Но вот поэтому я пользуюсь безопасной доставкой онлайн. Я выбираю продукты дистанционные на сайте, оплачиваю тоже онлайн. И на следующий день мне уже привозят продукты, оставляют их под дверью. Курьер звонит и говорит, что продукты под дверью забирайте. Ну, конечно, скучаю по супермаркетам, по каким-то спонтанным покупкам. А по коллегам? По коллегам тоже очень сильно скучаю. Этого, наверное, в первую очередь не хватает. И еще вопрос. Кроме онлайн-доставки, онлайн-сервисы, связанные с государственными услугами, тот же сайт госуслуги, ты использовала? Есть ли там какие-то полезные функции или, наоборот, столкнулась с чем-то? С госуслугами я сильно не связывалась. Я знаю, что там есть какая-то информация, прикрепляла документы о своем положительном статусе. И на этом все.